Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Мы опять в церкви! Двери храма открыты, служения проходят, мы живы-здоровы, дети наши с нами, слава Иисусу! Прекрасно видеть каждого из вас! Мы можем поприветствовать еще раз друг друга, сказать, я рад тебя видеть! Особенно, если вы не знаете друг друга! Давайте, давайте, не будем такими черствыми славяне! Мы все возлюблены Богом, мы вообще не должны были быть здесь! Он по милости своей призвал нас, язычников! Не знаю, сколько осталось еще нам время, но оно быстро бежит, и очень много на земле мы ничего не можем изменить! Как бы мы ни хотели, но зима скоро! И выходи на улицу, ругай погоду, сколько хочешь, все равно будет холодно! Есть законы, которые неизменны! Закон сияния и жатвы! Закон, да, когда мы рождаемся и умираем! Все расцветает, но и увядает! И вопрос, который сегодня задает каждый из нас, на что я сделал в своей жизни доброго! Так бежишь, бежишь, днем за днем! Поглядываешься, неделя прошла! А уже на этой неделе декабрь начинается! Год прошел! Что мы сделали за этот год? Дети подросли! Обувь поменяли несколько раз, одежки несколько раз поменяли! Волос на голове не становится больше, больше седых! Закрашивай их, не закрашивай, все равно лезут седые волосы! Но это я не про всех! Вы знаете, интересные новости читал на этой неделе! И, оказывается, ученые доказали, что Адам действительно был сотворенный из земли! Да, люди называют себя учеными! Две тысячи лет читают, читают Библию, не могут поверить! Тут уже доказали! Оказывается, Адам был связан на 100% с землей! Более 80 элементов, которые содержит земля, содержатся в мужчине! То есть, мы привязаны к земле! Самое интересное, что даже золото содержится в нас! И 0,001% золота содержится в мужских костях! И, исходя из этого, можно определить, что в наших женах, в наших девушках должно быть золото больше! Они же из благородного материала сотворенные, правильно? Да, мужчины! Оказывается, оно так и есть! В шесть раз больше в женщине содержится золото, чем в мужчине! уже повернитесь женам, скажите, моя золотенькая! Понимаете, даже покупать не надо ничего, уже в ней есть! Это ничтожно мало, но это очень интересно! Это говорят люди, которые неверующие, что, оказывается, женщина действительно сотворенная из ребра! В ней содержится больше золота! Мужчина, это не значит, что она должна нести в драгметаллы жену! Мы созданы для друга! И действительно, если жена для тебя драгоценность, она, как-то сказать, разукрасит жизнь твою, ты будешь гордиться ей! Однажды у детей спросил, кем ты хочешь быть в жизни? Вот хочешь быть стар? Ну, конечно, кому не хочется есть детей? Все дети кому-то подражают, где-то в школе что-то читают. Это приятно, когда тебе, ну, хотя бы раз в жизни что-то напишут в журнале. Сфотографируют, да, будут люди говорить о тебе. Сейчас попасть в интернет, это очень легко. Главное не попасть в какую-то историю. И вот скажите мне, вот всем хочется быть звездой. А когда звезды светят? Где они светят? В темноте. Ну, действительно, мы же видим звезды, когда темно вокруг. И можно сказать, в чем этом плохого? Я свечу в темноте. Но когда всходит солнце, свет, который не гаснет, куда исчезают эти звезды? Исчезают. Куда-то пропадают. Появляется вечный свет, и эта тьма уходит вместе со звездами. Так что будьте светом, дорогие мои друзья. Молодежь, будь светом. Не пытайтесь светить в темноте. Будьте светом, который разгоняет тьму. Я вспоминаю моего друга Сергея Потюпина. Новобращенный молодой человек, с которым я трудился в Беларуси. Из богатейшей семьи человека, очень умной семьи. Родители дали ему образование хорошее. Он был на несколько лет старше меня. И у него была проблема. Все было, кроме одного. Он очень плохо видел. Толстые такие очки носил. И он попал в такую группу добровольцев из шести человек, по-моему. Когда впервые в Беларуси делали лазерную операцию на корректировку зрения. Там подрезали зрачок, я не знаю, что там делать. И он настолько уже был безнадежен, он так хотел хорошо видеть, что согласился быть этим добровольцем. Мы молились за него, переживали за него. Он прошел эту операцию. Закрыты были глаза, отекшие красным цветом таким. Навещали его, это было весной. И летом я его пригласил, говорю, Сереж, давай уже как бы летом поехали в кемпы. Поможешь там где-то по кухне, что-то поможешь. Я никогда не забуду, когда вот этот простой, но обращенный человек. Прошла эта операция. Мы приехали в кемп, баллаточный лагерь был на острове. Три недели мы там были. И вот лежу я с ним ночью, дежурю. Лежу я возле костра, смотрим на небо. И он так по-детски смотрит на звезды, размышляет, насколько хорошо стал Господь. Вот ответил на его молитву, он видит звезды. И он так говорит, Господь, если ты меня любишь, пусть звездочка упадет. Я думаю, что за детский лепет? Через все небо звезда так жмых. Ну, астероид, астероид, простите. Потом он говорит, а можешь еще раз? Он так, знаешь, я так смотрю на него, Серега, ты что, ты с кем разговариваешь? Я опять так шминю, звезда. Я такой с детства верующий, человечек, лежу-то, глаза вылупил. Я не решился тогда спросить у Бога, но мое сердце чем-то заполнилось таким. А он лежит в славе Иисуса. Господи, как просто у тебя попросить. Когда с простотой сердца к тебе подходишь, ты даже звезды для человека спускаешь. Дорогая церковь, сегодня я бы хотел с вами поговорить о нашей простоте, о том, как просто относиться к Богу, о том, что необязательно прилипляться к этой земле. Вы знаете, если бы задали вопрос, а что ты готов оставить ради Христа? Ну, что ты готов оставить и пойти за Ним? Вот работу готов оставить? А дом готов оставить? Может, бизнес свой оставишь? Я восхищаюсь одним человеком, не знаю, нет его, я могу говорить вслух. Они с семьей решили переехать в другую страну. Хороший бизнес, хорошие деньги. Все получается, машины, все как надо. Говорит, Сергей Бог дал мне, жене в сердце, мы переезжаем в другую страну, мы будем там трудиться, открывать церковь, беднейшую страну. Я говорю, слушай, что ты там забыл? Ты здесь много помогаешь церкви. Ты здесь являешься благословением. Ты же понимаешь, что ты это все потеряешь и поедешь. Знаешь, искушение через Сергея такое. Нет, мы твердо решили. Он продает сейчас имение свое и в следующем году переезжает. Уважаю таких людей. Очень мало таких людей, которые вот так вот решили оставить все ради Христа. И слава Богу, что каждый из нас призвал Христос. Не по нашим заслугам, не потому, что мы такие хорошие, красивые, но что однажды в нашем сердце зажглась Его свет. Еще один пример приведу. Это тоже на интернете. Это документально подтверждено. когда ученые решили проверить, что же происходит, когда две клеточки, мужская и женская, сливаются в утробе матери. Каким-то образом поставили эту камеру маленькую. И они наблюдали, когда идет это слияние. Это реально. И несколько раз просматривают, это реально. Медицинское видео такое, что когда сливается мужская и женская клеточка, происходит маленький всплеск какой-то энергии, света. Можно по-разному понимать рождение души или кто как понимает. Но самое интересное, что все начинается в нашей жизни со света. Когда приходит свет в нашу жизнь, он озаряет нашу жизнь. Когда мы читаем бытие, там написано вначале сотворил Бог небо и землю и так далее, а потом что сказано? И сказал Бог. Он произносит первое слово. И о чем он сказал? Да будет что? Свет. Свет Божий нужен сегодня людям. Сегодня нужен не только тебе и мне, сегодня нужны людям, которые живут вокруг нас. Сегодня этот свет Божий нужен правительству. Странам. Тем, которые, может, воюют друг с другом. Нам сегодня нужен свет Божий. Он освещает абсолютно все. Ты начинаешь замечать, оказывается, что-то не так во мне и нужно исправиться. Господь, еще раз освети нас. пролей свой свет в нашу жизнь. Знаете, каждый из нас ставит определенные цели в своей жизни. и мы стараемся их достигнуть. Мы торопимся куда-то, спешим. Все люди вокруг спешат. Пипикают всем, подрезают, летят. Кого-то останавливают, кого-то нет. Мир постоянно куда-то торопится. Что-то, что-то, как будто что-то чувствуют. А, скоро будут выборы, значит, надо вот это успеть. Окей, я должен закончить колледж, закончить что-то еще. Я должен открыть бизнес. И вы знаете, среди этой всей суеты мы иногда теряем самое главное. Мы теряем наше предназначение или наше призвание на этой земле. Мы христиане. Люди с большой буквы. Люди, похожие на Христа. Да, этот Христос, он когда-то тоже ходил по земле. Он тоже переживал то, что и мы переживали. И разные испытания трудностей. И да, Иисусу тоже было что терять. Но читая Священное Писание, мы иногда восхищаемся многими людьми. О, какой муж веры! Какой пример в нашей жизни! Но вы знаете, что эти примеры очень дорого давались для этих людей. я прошу, чтобы вы открыли первое послание Коринфянам. 9 глава, 24-27 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И апостол Павел говорит о себе, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Здесь в русском переводе говорится слово ресталище. 24 стих. В английском чуть-чуть по-другому. И я всегда понимал, что ресталище, ну что там такое? Ну какая-то финишная прямая. Две палочки натянуты, что-то бежишь, и ты должен порвать эту ленточку. И апостол Павел взял это из тех времен, в которых он жил, когда были какие-то колизеи римские, да? И он наблюдал, что там происходит. Но слово ресталище переводится не просто как какая-то финишная прямая. Это место состязания или борьбы. И это не просто бежать, а на бегу сражаться. То есть это не такая прогулочка или легкий бег или быстрый шаг, но это забег на какую-то дистанцию и сражение. То есть я не просто бегу, я еще и сражаюсь. И давайте откроем филиппийцам третья глава. И выборочно прочитаем несколько мест. Давайте 13-14 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. стремлюсь к цели и почести высшего звания Божьей во Христе Иисусе. То есть он говорит о том, что забывая заднее, я простираюсь вперед, я бегу вперед. Я к чему-то стремлюсь. Я хочу высшее звание во Христе Иисусе. И эту главу он заканчивает очень интересными словами. 20-й стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. То есть, я делаю этот забег жизни для какой-то цели, понимая, что я не просто получаю какой-то венец или награду, но я еще и понимаю то, что я не от мира сего. Что мое место жительства на небесах. Когда я бегу, я не обращаю внимания или я не прикован к тому, что встречаю на своей дороге. И это слово я бы хотел наше сегодня размышление, проповедь назвать «забег длиною в жизнь». Забег длиною в жизнь. Вы знаете, что у каждого из нас есть путь, по которому мы должны пройти. И апостол Павел говорит, что я смотрю, чтобы не быть недостойным. 27 стих в 1 Коринфине. Проповедую другим самому не остаться недостойным. То есть, да, это ты спасенный человек. это 100% и мы уверены в этом. Но почему-то нам апостол Павел говорит, что мы не можем находиться на одном месте. Мы должны бежать. И я, я проповедую, я проповедую Христа моего, я пообращаю и смиряю себя, чтобы даже когда проповедую самому остаться недостойным, другими словами быть отвергнутым. Перевод. Ну как же отвергнутым? Ты столько всего сделал. Ты можешь просто сесть и писать послание. Кому-кому, а тебе по столпе можно расслабиться. Ты уже много достаточно сделал. А он говорит, я переживаю, у меня нету покоя. Я проверяю мои слова. Я проверяю мою жизнь, чтобы в этом всем я тоже был достоин. То есть у меня есть цель, которую я должен достигнуть. Послание Коринфянам, втором послании Коринфянам, 13 глава, 5 стих. Место дополняет как бы то, о чем мы говорим. Апостол Павел говорит, испытывайте самих себя. Верили вы? Что за странные слова? Самих себя исследывайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? И потом, разве только вы не то, чем должны быть? то есть веришь ли ты в то, что твое спасение это реальность? Совершенная реальность? Можешь ли ты себе сказать внутри, Господь, я верю на 100% что я спасен? что я еще не тону где-то? Что я не раб греха? Я спасенный человек. Я пользуюсь этим спасением. Я смотрю вперед, намного, зрение мое стало намного прозрачнее, я вижу намного дальше. Можешь ли ты так внутри себе сказать? Можем ли мы похвастаться этим? О, как здорово быть спасенным! О, друг мой, ты спасен? А я спасен! Об этом говорит апостол Павел, но если нету этой радости, может быть вы не являетесь ими? Разве только вы не то, чем должны быть. Это не только получение какой-то награды, но это и спасение. Вы знаете, жизнь христианина это есть законы, которые сами, не то, что законы, жизнь наша, она сама собой дополняющая. Если я спасен, я обязательно буду спасать других. я буду делать добрые дела. Я буду что-то делать для Христа. Если по-настоящему я пережил Его присутствие в жизни моей, я никогда не останусь на одном месте. Я никогда не останусь и просто буду сидеть. Вы знаете, в послании евреям очень интересно говорится о людях веры. Это 11 глава. Мы читаем, что там верою он услышал, верою пошел, верою принес. Верой был перенесен. Очень много о многих мужах веры говорится. Но очень интересно говорится 10 стих и ниже. Это посланник евреям 11 глава. 8 стих и ниже. Давайте с Авраама. Верою Авраам повиновался признанию идти в страну, которую имел получить наследие и пошел не зная куда идет. Ну, то есть какие-то действия. Бог что-то пообещал ему. Господь, я доверяю тебя. Хорошо, я иду. и побежал. Дальше читаем. Верою обитал он на земле обетованной как на чужой и жил в шатрах с Исааком Иаковом с наследником того же обетования. Что тебе не хватало? Если Бог пообещал тебе эту землю, почему ты таким бедным остался? почему ты жил в шатрах? Десятый стих Ибо он ожидал города имеющего основания которого художник и строитель Бог. Он понимал, что это не предел. Он понимал и мечтал о том, что Бог больше говорит, что не просто это будет земля обетованная, а это будет что-то над землею, превыше понимания человеческого. И он не просто оставил и пошел, он верил, что это не будет что-то такое плотское, телесное, то, что он на земле испытает, а это будет что-то большее. 13-й стих говорит, все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Ибо они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Через многие послания апостол Павел пытается что-то нам донести. Он говорит, что слушай, дорогая церковь, то, что ты сейчас имеешь, это только временное. Ты должен взирать на высшее, на большие. И знаете, в то время было очень много чудес, всяких из знамений происходило. Да, были гонения, но Дух Божий действовал. Крещение Святым Духом, продавали все имения, раздавали бедным. Слушай, такое, такое братское доброе общение. Погибали в этих колизеях с улыбкой на лицах. не боялись ничего. И апостол поговорил, слушайте, это не все. Есть что-то большее, есть что-то величественное. Иисус Христос, когда ходил по земле, ученики Его тоже пытались постоянно взоры Христа направить на землю. Конечно, хочется так сказать, чтобы произвести впечатление на Иисуса. Вот подходят они к храму, они, слушай, показывают Иисусу храм. Хозяину храма показывают храму. Очень интересно. Они говорят, посмотри на эту красоту, Господь. Но действительно было чему? Золото, эти всякие декорации, эти всякие башенки, все-все-все, настолько сделано все красиво. святое святых, ну как-то Иисус походил, походил, его не впечатлило. Он сказал, слушайте, да придет время, камень на камне тут не останется. Что тебе не хватает, Иисус? Это твой храм, покрытый золотом, люди возносят жертвы. Это не я этого хотел. Даже когда он зашел в свой дом, он не нашел там мира и покоя. Как приятно заходить в дом, там, где ты нужен. Правильно, особенно, наверное, братья-тракисты, которые на троках работают, как когда ты возвращаешься семь-пятнадцать дней домой. Что ты думаешь, когда откроешь дверь? Конечно, ты рассчитываешь на то, что прибегут дети, придет жена, о, пап, мы так рады тебя видеть. Мы так долго тебя не видели. Вот Инесса у нас сегодня приехала к нам. Мы ее не видели несколько месяцев. Правда, приятно было видеть ее. Это нормальное состояние. Мы соскучились по человеку. Но когда ты приходишь в дом, а там нету мира, там беспорядок, там беспорядок. Пришел папа, а его даже не замечают. Его ни во что ставят. Разве там будет мир в этом доме? Разве будет папа счастлив? И, наверное, папа ищет там этот ремень под пузиком и пошел наводить мир. Это неправильный дом. Иисус зашел в свой дом и не нашел там, чего ожидал. И Он сказал, не то, не этого я хочу. Я хочу, чтобы вот этот храм перенести в ваше сердце. Я хочу этот храм перенести в жизнь каждого. Я хочу теперь приходить лично в жизнь каждого. Я хочу вам рассказать, о чем то большем, что Царствие Мое это не от мира сего. Многие ожидали, что Иисус Христос сядет на белого коня, возьмет меч, удалит это Римскую империю, что восстановит Царство Израиля. А Он говорит, Царствие Мое не от мира сего. Иисус, о чем ты пытаешься сказать? Он говорил, что о чем-то большем, что этот маленький срок на земле шестьдесят, восемьдесят, кому-то сто лет. Это ничего по сравнению с тем, что ожидает нас. И поэтому Он учил и говорил, что не прилипляйтесь к земле. Собирайте сокровища где? на небесах. Помните, когда ученики пошли в одно селение, их не приняли? Пришли к Иисусу Христу, говорят, слушай, Господь, а ну давай, как Илья, сведем огонь на них. Давай вот сожгем этих всех, они же не приняли нас. Иисус говорит, не знаете, какого вы духа. Интересно, что ученики привели в пример Илью. А вы помните, как Илья сводил огонь? Что было перед этим? Почему огонь сошел? Мы очень часто похожи на учеников, что-то выдрали из Священного Писания, и все, и мы уже идем сражаться. Иисус говорит, дух Писания вы не знаете. Вы не задумывались о всем Писании, какой дух в этом Писании. Чтобы сошел этот огонь и Илья, и сколько стараний пришлось. Вы только представьте в пустыне, в земле, где не было дождя много лет. Где-то там на горе, в пустыне, строится этот жертвенник для Бога. на который нужно было вылить воду. Но вы можете представить, где в пустыне воды взять. И так ее не хватает. Мне всегда нравилось это место. Там были люди, которые немножечко всегда носили с собой воды. в пустыне в пустыне пускай чуть-чуть будет на всякий случай. А тут Илья говорит, слушайте, надо воды в ведро собрать. Ну, ладно, во славу Христа выливаем. Берет это ведро и на жертвенник. У разного были разные мысли, правильно? А можно было продать, докупить нищим что-то поесть. И так ведро за ведром. И так он помолился и сошел огонь. Каждый, каждый человек, который там был, был участником этого огня. Он отдал последнее. Он поверил, отдал последнее и пришел огонь Божий. Иисус говорит, вы не знаете какого вы духа. Да, хорошо решать проблемы на земле огнем и мечом. Но я хочу вам о чем-то большем рассказать. когда-то подошел богатый юноша к Иисусу. В Луке 18 главе об этом говорится. Он интересно подошел со всем уважением. Можете не открывать, я открою. Это 18 глава. 18-25 стих. Тут написано «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Так хорошо подошел. Человек с деньгами. Учитель, учил многих. Красиво подошел к Иисусу. Выбрал самые красивые слова. «О, учитель благий, что же мне сделать, чтобы наследовать?» Конечно, все вокруг знали этого человека. Авторитет его, наверное, знали. Не знаю, с какими мыслями, что он хотел услышать у Иисуса Христа. Иисус даже, когда перечисляет заповеди, которые надо исполнять, Он даже не говорит «Возлюби Господа Бога твоего». Он начинает не прелюбодействовать, не убивая, Он говорит «Да, я все это сохранил». Посмотри на меня. Я сохранил это все. Я все сделал. Тебя почитаю. Десятины даю. Что может быть во мне не так? Иисус посмотрел. Одного тебе не хватает. Богатство твое все портит. Сможешь продать все. И написано «Опечалился тот человек». И вы знаете, что подойти вообще к Иисусу была проблема. А тут целый диалог с Иисусом. Не ожидал человек этого. Слушай, но мог бы сказать на ушко. А что продать богатство? Сам Иисус сказал. Прилепилось сердце к Нему. И вроде бы, наверное, что богатством тоже помогал и храму, и бедным. Но Иисус показал, что есть что-то, что все отлично, но вот это мешает отрываться тебе. Вот это одно, оно мешало встать на ноги и бежать. Так все здорово сделано. Евангелие от Луки 9 главе написано. О, куча причин перечисляется. Почему? Почему не идут люди за Христом? 59-62 стих. Там один говорит, «О, мне нужно похоронить отца». О, мне нужно проститься с домашними моими. Слушай, так уже все, уже все побежали. Уже гонка началась. Я успею. Пойду хранить отца. А что, он уже умер? Не, он еще живет, но надо, чтобы он дожил уже. Проститься с домашними. Они нормально же говорили, это законы того времени, уважай старших. Присматривали за отцом и матерью. В этом не было никаких разногласий. Но когда акцент делается на этом, мы начинаем придумать всякие экскьюзи, которые, по нашему мнению, Иисус примет. Закончу школу. О, закончу колледж. Бизнес начну. И так далее, и так далее. Время идет. Люди бегут. Время уходит год за годом. А мы, принимая собственные экскьюзи, мы живем ими. Ивангелет Марка говорит о великом поручении Христа. Иисус сказал, идите по всему миру. Проповедуйте всему миру. Больных исцеляйте. Бесов изгоняйте. Окей? Но после этого. Дорогая церковь, сегодня такая работа дьявола загрузить нас тем, чем совершенно то, что не нужно нам в жизни нашей. Я не говорю сегодня, что богатство — это плохо. Я не говорю сегодня молодежь, что учиться — это плохо. Но когда ты это в своей жизни ставишь выше Божьих планов, когда ты молишься и просишь, Господи, благослови мой брак, и Бог благословляет. Благослови детей, Бог благословляет. А потом в этом благословении мы ищем экскьюзи, чтобы, ну, больше время себе найти. Счастливый тот человек, который всю жизнь свою, он бежал, служил Богу и умирает, наслаждаясь, спрашивает у него, что бы ты хотел изменить? Один и тот же ответ. Как мало я сделал для Христа. Вы понимаете, иногда дьявол наставит очень неудобное положение. Он заставляет думать нас, что это земное, оно намного важнее того, что приготовил Бог. И мы понимаем, что никто, кроме нас, не воспитает наших детей. Никто, кроме нас, не сделает мой дом. И мы настолько к этому прилепляемся, что не замечаем, как Божьи благословения обетования уходят мимо. Мы могли бы быть намного успешнее, если бы немножко поднимали взор на небеса. О тем, о чем мы читали в послании евреев. Они взирали, они видели что-то верою впереди. Они доверяли полностью своей семье, свою жизнь, свой быт Господу. И есть среди христиан богатые люди, которых вы не увидите. И в нашей церкви есть миллионеры, которых вы скажете, да ну, неправда. Они просты. Они не выделяются. Только люди, которые ничего не имеют, и вдруг что-то на них сваливается, только те хвастаются и гордятся. Ну, действительно, у наших детей никогда нет машины, купите им новую машину. Что они будут делать? Ну, в четверг после молодежки можете услышать новая машина приехала. Понимаете, оно свалилось внезапно. И будучи неверенным в малом, я не умею пользоваться и многим. Что сегодня мешает нам бежать? Что сегодня мешает наслаждаться нам Богом? Служениями Ему? Наслаждаться семьями нашими, церковью? Ведь что-то прижимает нас к земле. Иногда, ползая под столом, собирая крошки, мы довольны вот этим малым. И Бог иногда смотрит под стол и говорит, слушай, ну, когда ты сядешь за стол? Ну, ты можешь вылезти оттуда? Я приготовил тебе стол благословения. Свежая пища на каждый день. Зачем ты лезешь туда? Зачем ты это делаешь? Иисус говорит, я уже не называю вас рабами, я друзьями вас называл. Назваю. Ты, мой друг, садись за стол. Кушай вместе со мной. Радуйся вместе со мной. Вы знаете, если друзья по-настоящему дружат, они прощают ошибки друг друга. Ну, кто из нас святой? Никто. Мы совершаем ошибки. Мы делаем какие-то иногда слова глупые говорим. Но мы прощаем друг друга. Мы покрываем. Только если сидим под столом, мы не прощаем. Звимся. Бог все сделал, мы все равно там ползаем, что-то собираем. Мы вращаем внимание на туфли, на носки дырявые. Что мешает нам бежать? Я смотрел один такой интересный ролик, смехотворный такой. Человек был свидетелем, когда был большой забег в городе. И все люди бежали к финишу. И уже финиш вот рядышком, близко. А он и бегать не умеет, и другим не хотел давать бегать. Он поставил стол и воды много поставил на стол. и такой с улыбкой смотрел, чтобы прибегали и брали воду. Все бы было хорошо, если бы эта вода не была приклеена к столу. И люди с такой надеждой, что вот сейчас они попьют, они брали эту бутылку и не могли оторвать и замедляли свой ход. Ну вот, я же почти добежал. Сейчас еще водичку возьму, опа, а водичка не берется. И люди опаздывали. И люди отставали. Еще один пример расскажу вам. Тоже в какой-то маленькой деревне, в маленьком городке был забег. И тоже один такой паренек уже подбегает к финишу. Такой весь худенький, весь в поту. Почти добежал до этого финиша. И тут выбегает мама. Мама берет, в руках несет венец уже. Мама уже заранее решила, что сын победит. И она догоняет сына. Ну, мамы же сил больше всегда. Она догоняется этим венцом и уже перед самым финишем одевает сыну на голову. Но не подрасчитала с отверстием. Это так венец через сына пробежал, пробежал, в ногах застрял и он падает перед финишем. Помогла мама. Венец принесла. И остался он у финишной прямой. Невозможно пробежать нашу дорогу за кого-то. Мы не можем пробежать этот путь, эту дистанцию за наших детей, родителей. Почему так много самоубийств среди детей тинейджерского возраста? И там, где мы живем в Кикертавне несколько лет назад, тоже мальчик убил себя. Почему они лишают себя жизни? Статистика Америки говорит, 44 тысячи за 22-й год людей, которые здесь покончили жизнь самоубийством или застрелили друг друга. Своя война. Не надо никуда ездить. Люди убивают друг друга. Когда мы пытаемся детей оградить, судьба от папы с мамой. И после этого мы их отпускаем, они не знают, что делать. Ну как же, папа и мама не стало? Так все гладенько шло по жизни. А тут все оборвалось. Ну как же, бизнес у тебя и работа, все здорово. И дети не знают, что делать. Приходит депрессия. Не видят целей. Они разбиваются и очень часто лишают жизнь самоубийством. невозможно прожить чью-то жизнь. Мы не можем быть копией чего-то. Иисус Христос к тебе и ко мне относится как к индивидуальности. Жизнь и судьба твоя такой другой нету на земле. И не просто апостол Павел говорит, что только один получает награду. Мы можем придумать второе и третье место. Золото, серебро, бронза. Нет, либо ты добежал и получил, либо ты отторгнут. Это страшные слова. Но это перевод. То есть мы должны бежать. И когда мы поднимаем наши взоры от земли, когда мы смотрим на то, что уготовано нам, мы не будем ни к чему прилепляться, что окружает нас. Господь, я благодарю Тебя за то, что у меня есть. Если мы получаем больше, и за это благодарю Тебя. Меня обстоятельства жизни просто не сгинают. Еще один пример. Давайте представим, что мы пришли в Белый дом. Ну, мы же слышали о нашем президенте много, правильно? Если я скажу, вы знаете нашего президента? Ну, конечно, знаем. Может, и голосовали даже за него. Ну, вот мы пришли в Белый дом, стучимся. Ну, возле ворот, давайте возле ворот. Никто дверям не пустит. Я к президенту. А кто ты такой? Ну, Сергей Шах. Откуда ты знаешь президента? Я же по телевизору его видел. Я его интервью смотрел. Ролики интересные на YouTube. Знаю. Ну, и что, что ты его знаешь? И вот вы не представьте, пришли, ну, давайте, допустим, случайно, приходят к президенту Шаха, знаешь там Сергея? Нет. Откуда он там меня знает? Другое дело, если президент посмотрит в окошко и узнает меня и скажет, да-да-да, пустите, я знаю его. Мы можем очень много знать. Мы можем изучить, как бежать. Мы можем придумать экскьюзы сами себе и в них поверить. Но останемся на одном и том же месте. И когда придем на небеса и скажем, Господи, а почему ты нас не знаешь? Он служил, покуда ты стоял, я был болен. Покуда ты решал свои проблемы, я был голоден. Покуда ты учился, я лежал в больнице. Ты все сделал хорошо для себя. но забыл самое главное. Ты забыл самое главное. Дорогая церковь, я просто приглашаю, призываю вас. Давайте немного взор наш поднимем от земли. Давайте перечитаем все благословения и обетования. Все, что для церкви обещано, оно исполнится. И никто другой, только ты, будешь давать отчет за свою собственную жизнь. Вы все видели, когда прыгают с парашюта. Человек, который занимается прыжками, кто ему складывает парашют? Он сам складывает парашют. Он должен быть уверен, что он раскроется. дети, молодежь, подростки, сегодня надо, пришло время, когда нужно самим немножко посмотреть, как же слаживается этот парашют. нам придется бежать наши дистанции. Нам придется получать этот венец. И хотелось бы, чтобы мы приняли как из рук Спасителя. С радостью на наших устах. Забывая задние, простираясь вперед. Я не манипулирую другими. О, они так хорошо бегут, надо их останавливать. И что мы начинаем? Обижаться. Это самое лучшее оружие у детей. У детей. Вот что-то не получилось, что ребенок делает? Начинает бросать и начинает манипулировать родителями. Это неправильное игрушку ты мне купила. И начинаются всякие excuses. Это так. Бог не принимает эти excuses. Он все объяснил, все написал и разъяснил. Ты достаточно взрослый, чтобы понять это, чтобы принять это, чтобы встать и бежать. Если ты будешь обижаться, ничего в жизни не изменится. Но если я найду в себе силы Господь, я прощаю этого человека. А если еще больше, еще и попросишь прощения у этого человека, начинают крылья расти. Ты начинаешь подниматься над этой землей. Когда дети начнут прощать отцов и матерей. когда члены церкви научатся прощать служителей из-за ошибки. Когда этот проповедует лучше, этот хуже. Мы все учимся. Мы все бежим. И каждый из нас даст отчет. Я приглашаю вас для молитвы. Давайте встань на наши ноги. Давайте будем молиться. Если вам нужна молитва персональная, можете пройти сюда вперед. Служители помолятся. Может быть, ты сомневаешься в своем спасении. Может быть, есть что-то, то, что приковывает тебя к земле. Может, есть что-то, от чего ты не можешь получить освобождение. Слушай, дорогой человек, если ты пришел впервые и слышит это слово, может, непонятное для тебя. Ты должен сегодня поверить, Бог для тебя приготовил что-то другое. И это другое много величественное, чем ты сегодня испытываешь в своей жизни. Он есть тот друг, который никогда не предаст. Он есть тот, который вникнет в твою проблему и нужду. Он есть тот, у которого рука не сократилась помогать. Он есть тот, у которого ухо не отяжелело, чтобы слышать. Он есть твой и мой Бог. И Он сегодня на этом месте. Давайте сегодня, дорогая церковь, не будем давать места для дьявола. Давайте увидим этого Христа распятого. эту цель, которую мы поставили в жизни, идти за Христом. Давайте будем стремиться к почести высшего звания. О, Господь, я прощаю моих близких, родных. Я прощаю всех тех, которые желали мне зла. Я прошу Тебя прощения за то, что часто манипулировал и не давал другим бежать. за то, что я манипулировал детьми моими. За то, что я хотел все сделать, как мне казалось правильным. За то, что я так мало давал Тебе вместо в моей жизни. Господь, пожалуйста, возьми мою жизнь еще раз. Оторви меня от этой земли. То, что приковывает меня, потому что мы граждане Небесного Отца и Царства. Мы просим Тебя, Господь, благослови Свою Церковь. Благослови Церковь. Помоги любить друг друга так, как Ты любишь. Помоги дорожить друг другом, как Ты дорожишь нами. Благослови наши дома, бизнесы, работы. Чтобы это было сладость, это было благословением для нас, но не проклятием. Чтобы когда отцы приезжают домой, они были благословением для семьи. Чтобы в домах наших всегда был свет, и они ожидали друг друга. Помоги научить наших детей бежать за Тобою, Господь. бежать на эту дистанцию. Помоги найти слова жизни, всегда взбодрять их. Сеять доброе и вечное. Благослови нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, и без Тебя не можем делать абсолютно ничего. Будь прославлен наш великий Бог. Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насушный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. 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 Аминь.